Энтерожермина бацилюс клаусии – уникальная формула. Род бацилюс относится к пробиотикам. Это палочковидные бактерии, которые можно найти в почве и в воде, а также часто на коже человека. Среди рода бацилюс мы обнаружили бацилюс клаусии – пробиотик, содержащийся в препарате энтерожермина, над которым было проведено множество исследований с целью доказать его клиническую эффективность. Клинические испытания показали, что энтерожермина предотвращает симптомы, которые возникают в результате дисбаланса микрофлоры кишечника, такие как диарея и боль в животе. Бацилюс клаусии имеет особенные свойства, что делает энтерожермину уникальным пробиотиком. Одним из таких свойств является форма споры, которая позволяет бацилюс клаусии выживать в экстремальных условиях. В активной или вегетативной форме бацилюс клаусии не могли бы выжить в агрессивной среде. Спящая форма позволяет бацилюс клаусии проходить через желудок и, в отличие от многих других пробиотиков, безопасно достигать кишечника. Кислотная среда активирует споры и они прорастают в кишечнике уже в активной форме, благодаря чему проявляется благоприятный эффект энтерожермины. Энтерожермина также отличается от других пробиотиков своей устойчивостью к широкому спектру антибиотиков. Почему это имеет значение? Когда вы принимаете антибиотики, они атакуют не только патогенные, вредные бактерии, но и кишечную флору, из-за чего вы испытываете нежелательные побочные эффекты, такие как диарея. Чтобы избежать этого, необходимо использовать пробиотик, который способен предотвращать или устранять эти побочные эффекты. И к тому же он сам должен быть устойчив к антибиотикам. В энтерожермине каждый из четырех штаммов бацилюс клауси, син, т, о, ц и н, р обладает своим защитным профилем. Такое сочетание разных штаммов позволяет принимать энтерожермину вместе с большинством самых распространенных антибиотиков, поскольку оно гарантирует выживание достаточного количества спор в вегетативной форме. Следовательно, принимая энтерожермину вместе с антибиотиками, вы избегаете связанных с ними побочных эффектов, таких как диарея, и, следовательно, вам будет проще соблюдать режим лечения антибиотиками. Такая устойчивость к антибиотикам появилась благодаря спонтанным мутациям в хромосомах, а также селекции штаммов в зависимости от антибиотиков, используемых в исследовании. Эти мутации стабильны и обеспечивают предсказуемую и продолжительную устойчивость к широкому спектру антибиотиков. Также отсутствует риск заразить организм другими бактериями или патогенами, поскольку сопротивляемость бацилюс клауси закодирована в хромосомах, а не в плазмидах.